Топ-5 пород, которые нельзя покупать. Как могло бы звучать сначала, если бы я не добавила без рекомендаций из этого ролика? Ну а если серьезно, то порода собак, к которым вы можете быть не готовы, или вы допустите ошибки в их воспитании и которые могут стать фатальными, такие списки пород действительно есть. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, чего ждать от собак бойцовой породы, кому нужно делать ринопластику, какие собаки имеют заведомо слабое здоровье, а также можно ли заводить собаку для охраны, и чего ожидать от нее. А если вы поставите лайк на это видео, то люди перестанут вам делать бесячие замечания и давать непрошенные советы. Бойцовые. Итак, первая группа собак, которые стоит 10 раз подумать и только потом купить. И это, конечно же, бойцовые собаки. Что вас ожидает, если вы станете владельцем собаки бультипа? А именно, стафарширский терьер, питбультерьер, бультерьер, может быть були. Ограничение в перевозке. Во многие страны запрещен ввоз, или он требует большей подготовки и или финансовых затрат. Если планировать полный переезд, то во многих странах повышенный налог на содержание, и больше требований на улице, чем к другим собакам. С точки зрения амуниции, содержания, воспитания и так далее. Огромное количество мифов будет рождать и огромное количество вопросов. К вам, как к владельцу. А правда ли, что он владенцами питается? А участвовал ли он уже в собачьих боях? А с чего он так на меня злобно смотрит? В общем, вы будете получать очень много комментариев в спину, непрошенных советов, а также повышенное и не всегда приятное внимание. Не все к этому оказываются готовы. Труднее социализировать собаку. Многие боятся даже не играть, а вообще стоять рядом или быть на одной площадке, общаться с вашим ксё. А грамотная социализация – это залог здоровой жизни. Это крупные и крепкие собаки, и это важно учитывать при планировании бюджета, да и просто в своих физических ресурсах. При этом эти собаки не всегда славятся здоровьем, так как у ставов и питбулей в породе очень часто сейчас популярна дисплазия суставов, а лечение, ну, очень дорогостоящее. Хочу в дополнение отметить, что я использовала слово «бойцовые», но такой группы или классификации, как «бойцовые» породы – нет. Поэтому каждый вкладывает свое. Я говорила о представителях бультипа, но многие в этот условный список включают иканы-корсы, мастифов. Я встречала списки даже с доберманами и овчарками. Имейте это в виду. Международной классификации, как и заведомо агрессивных списков пород – нет. Брахицефалы. Следующая группа – это брахицефалы. И сюда могут входить разные представители из разных пород, секций. Но с одной общей характеристикой – собаки, у которых лицевой отдел черепа, короче, чем мозговой. То есть это порода собак с приплюснутой или укороченной мордой. Так вот, чем более выражен лицевой отдел, то есть чем длиннее морда собаки, тем здоровее она будет. Например, не все знают, что стафарширские терьеры, каны-корсы или мастифы тоже относятся к брахицефалам. Просто потому, что их морда не такая плоская, но она все равно укороченная. То есть эти породы тоже являются брахицефалами. Но все знают, что мопсы, шицу, французские бульдоги, грифоны к таковым относятся. Ведь у них практически отсутствует длина верхней челюсти. То есть морда совершенно плоская. Как я уже сказала, чем длиннее морда, тем здоровее будет собака. Но все же любого представителя брахицефалов могут ждать опасности. Так вот, давайте их и разберем. Хоть еще раз справедливости ради отмечу, что чем более приплюснутая морда, тем вероятнее, что с описанными проблемами вы столкнешься. Сразу или к определенному возрасту брахицефалы не могут дышать свободно и полноценно. Поэтому многим представителям требуется дорогостоящая операция ринопластика. Она позволяет расширить носовые входы и сами ноздри. Также часто необходима пластика или резекция мягкого неба с целью удаления лишней ткани. Уже при покупке щенка на это важно заложить бюджет. Второе. Многие собаки из этой группы храпят по ночам, как заправские старые моряки. Третье. Если вы планируете путешествие со своим питомцем, брахицефалом, то знайте, что есть авиакомпании, которые не пускают представителей укороченной или плоской морды на борт из-за проблем со здоровьем, которые могут возникнуть во время перелета. Но и заключительное, тоже связанное с проблемами с дыханием. Это часто слабое сердце. А какие номера выкидывает ваш брахицефал? Или, может быть, за стенкой вашей квартиры давненько храпит соседский мопс? И вы хотите поговорить об этом? Излейте свою боль в комментариях, а мы ответим пониманием и поддержкой. Микро-мини. Продолжая тему, следующий вид собак микро-мини. К сожалению, этот тренд появился довольно давно. И у представителей и так некрупных собак появились всякие дополнения. Бэби-фейс, микро-мини, супер-мини. Наверное, скоро будет молекула йоркширского терьера или мальтипу. И, кстати, это почти не сарказм, так как я уже неоднократно видела целые сайты, посвященные корейским микро-щенкам. Они там размером с дорог, честное слово. Ребят, это не шутка, это не мило, не прелесть. Это живые существа, которых вывел человек для заработка и развлечений. Такие собаки имеют слабое здоровье и нервную систему. Часто это летающие собаки, то есть они не касаются земли, потому что всегда хозяин держит на руках. Часто являются дополнением к хозяину или аксессуаром. В общем, так не надо. Не поддерживайте такое производство. Как шутила мой первый учитель, в здоровой собаке должен быть хотя бы стакан 300 мл крови. Если хотите йорка или мальтипу или еще кого-то из представителей некрупных собак, поддерживаю вас. Это отличные собаки, точно такие же, как и другие, требующие прогулок, игр, дрессировки. При этом я советую выбирать категорию стандарт, ну или хотя бы мини, но не микро и не супер мини, ну и не молекул. Для охраны. Что важно знать, если вы заводите собаку для охраны? Что собака – это одноразовое оружие. Они состоят из плоти и крови и не способны противостоять человеку с реальным оружием. Что далеко, очень далеко не все собаки готовы идти на настоящий конфликт с человеком. В итоге и собака пострадает или даже погибнет, а злоумышленник только может потерять чуть немного времени. Если вы обучаете и воспитываете собаку под охрану, то она может быть опасна для общества. Питомцу сложно резко включаться-выключаться исключительно по команде. Собаки не роботы. Им сложно оценить сходу. Человек подошел в темноте что-то спросить к вам или это враг. Им также сложно оценить, это грабитель на территории или ребенок, который достает мячик, который закатился к вам во двор. Вы не сможете гулять свободно, без поводка, без намордника, в парке, в городе. Потребуется постоянный контроль. Подводя итог, следует задуматься, собака это оружие или друг и член семьи? Что я могу сделать, чтобы не попадать в трудные ситуации, где требуется охрана? Например, я могу выбирать время и место для прогулок. Действительно ли мир и обстановка вокруг меня настолько опасна? Или у меня есть тревожность и мнительность? А если действительно опасна, могу ли я использовать специальные средства защиты? Баллончики, сигнализации, что-то еще, но не живую собаку. Все же мы живем в 21 веке, и я не поддерживаю принципы воспитания собаки под реальную охрану, содержание ее во дворе, в вольере и так далее. Против спорта, где есть защитные разделы, ничего против не имею. Это действительно спорт, который не должен выходить за рамки спортивной площадки. Никогда, только для себя. Поэтому другая формулировка, например, в семью, где есть дети, но не для ребенка. Ребенок не может нести ответственность в полной мере, так как взрослый. Его мозг просто еще не созрел для понимания многих последствий, контроля своих действий, среды, устанавливать причинно-следственные связи. Пород, которые являются няньками, не существует. В том числе и лабрадоры, овчарки, ретриверы няньками не являются. Сидеть. Супер молодец, а пока он. Сидеть. Сидеть. Супер молодец, хороший. Свободен. Супер молодец. Поехали. Да, молодец. Поехали. Да, супер. Все. Поехали. Супер молодец. Поехали. Да, молодец. Да. Сидеть. Жди. Да, супер молодец. Всегда контролируйте общение собак и детей. Обучайте детей общению с собаками и другими животными. Если вы еще на этапе выбора собаки, то добро пожаловать на курс «Все хочу». Но особо серьезно настроенных владельцев я предлагаю сразу рассмотреть курс «Собака. Инструкция по применению». Все полезные ссылки вот тут в описании. Не хотите покупать никаких курсов, потому что не понимаете, как это устроено? Понимаю. Я предлагаю бесплатно три урока. Ссылка на них тоже в описании. А также подписывайтесь на наш канал с кучей полезного контента. Я вам желаю хороших тренировок. Ваши макроносы, непослушных хозяев. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!